Чтобы у бардачку была заначечка, а не фантики, сприхуйся онлайн. Вы очистите территорию, которую вы захватили. В эфир российского федерального канала НТВ внезапно прорвалась правда, которую так боятся, как российские власти, так и их придворные пропагандисты. В студии ток-шоу «Место встречи» один из экспертов по имени Александр Сытин внезапно признал, что захваченная Россией Крым, Донбасс, Херсонская, Запорожская области это не территория России, а оккупированные территории Украины. И для того, чтобы начать полноценные мирные переговоры, Россия должна с этих территорий уйти. Буквально сегодня утром про это было сказано. Ребята, хотите переговоры? Да давайте переговоры. Вы только сначала объясните придуркам, что пусть они отменят указ о запрете переговора с нами. Сядем, будем разговаривать. Вы очистите территорию, которую вы захватили. А с чего это мы ее должны освобождать? Как он перепугался, да, сразу? Аж язык стал заплетаться от той внезапной правды, которая прозвучала у него на эфире. Вы же взяли чужую территорию. Нет, нет. Там люди разговаривали за присоединение к нам. Мы стремимся к ее территории, Российской Федерации. Или к сохранению той экономики, которая власть. Ну вот так всегда бывает. Нам пора останавливаться. А самое интересное только чего. Ну и в общем стоило только сказать в эфире, что-то такое, что идет в разрез с кремлевской пропагандой, является просто правдой. Просто какой-то констатацией факта. Как сразу же мы видим, ведущий потерялся, стал запинаться. Потом заявил, что нужно останавливаться побыстрее, давайте все это прекратим. И быстренько спрыгнул с неудобной темы и перевел этот разговор на какую-то другую тему. То есть смотрите, какой показательный момент, который на самом деле демонстрирует, насколько они боятся обыкновенной правды. Вот просто констатация реальности. Все. Вообще ничего не надо придумывать. Не надо ничего изобретать. Какие-то словесные конструкции строить. Какие-то разоблачения. Достаточно просто сказать правду, и мы сразу видим, как их машина пропаганды сразу начинает сыпаться. Сразу начинает ее заклинивать. Эти шестеренки, да, они не крутятся. У ведущего сразу пропадает дар речи, начинает мычать, чего-то метаться. А, ой, давайте остановимся. Ой, о чем это? А давайте поговорим о чем-то другом. То есть просто потому, что им нечего возразить против правды. Вот все, что они понапридумывали, вся их машина по производству этих фейков, троллей, каких-то фальсификаций, она ничего не стоит. Она сразу рассыпается, как только сталкивается с реальностью. Поэтому наша задача просто говорить правду. Вот достаточно где-то констатировать, как все обстоит на самом деле. И все, и на самом деле вот вся информационная война на этом и заканчивается, потому что Россия против этого ничего не может сделать. Сейчас расскажу вам про один очень интересный инновационный благодейный проект, который реализуется под Киевом. Тут строится современное инновационное житло. За допомогою 3D-принтера для людей, которые втратили свой дом внаслідок боевых действий. Вот позаду меня, вы видите, этот новый дом. На его месте еще два года назад стоял обычный дом, который был уничтожен артобстрелом Российской армии. И вот теперь несколько небойдужих людей объединялись, чтобы помогать родине, которая втратила житло, отримать новое. Само эту родину обрали еще и потому, что батько в этой родине загинув. Он был військовым, он загинув на Донбасе. И сейчас эта родина отримает такую помощь. Им фактически теперь с нуля просто будуют дом за допомогою 3D-принтера. Такая технология в Украине еще майже не используется. И вот сейчас мы покажем и расскажем более подробнее про то, что тут происходит. И поговорим с авторами этого уникального проекта. Переваг в данном проекте много. В первую очередь это отображение того, что это про душу. Чему? Потому что это благодейный проект. Все компании, которые дали от себя певные материалы, они дали их безкоштовно. Поэтому в первую очередь это проект про душу. Это основная перевага. Наступная перевага, если мы говорим в разрезе будивництва, как такого, то, конечно, это темпы, выполнение работы. Чему темпы? Потому что 58 мотогодин, ну, 130 квадратных метров. Тих, кто из строительства, они приятно сдиваются. Самое строительство выполняется за допомогою радіального принтера. В целом в мире есть два формата таких классических форм. Это радиальный и портальный. Данный дом был построен за допомогою радиального принтера по принципу Скари. Наши українские производители, наши украинские разработчики, наши украинские хлопцы из Сумщины. Дана технология помогает минимизировать людский фактор за счет того, что тут хлопцы-айтишники. Это тот случай, когда вы ходите по будмайданчику, и бля вас ходит хлопчина с ноутом, клацает что-то там. И ему говорят, а где ваш шпатель? Он говорит, я не знаю, я не будивельник, я айтишник. И далее ходит с ноутом и налаштовывает всю программу. Мы на данный момент находимся на территории родины, в которой на данном месте, взагалі, був попередний будинок. Однако там было три прильоти, и его было... Ну, он полностью сгорел, он полностью сгорел. Нам нужно было его демонтировать. Мы его демонтировали, он был трешки меньше и двухповерховый. После демонтажа мы злили уже плиту и сделали под тот дом, который вы сейчас видите за мной. Вся история началась с того, что я приехала в МИСКОРАДУ, попросила заступника мера, чтобы мне дали перелики сімей, которые втратили житло. У нас были певные критерии щодо сімей. Мы хотели бы найти семью, в которой были бы дети, в которой бы человек был в главах ЗСУ, або, на жаль, как в данном случае, на жаль. Ця семья, они втратили не лише житло, но уже 10 месяцев тому пройшло, как втратили годовальника под Бахмутом. Поэтому, когда я узнала, что это единственная родина из того перелику, которая не только втратила житло, но они еще не имеют возможности на отшкодирование, у них попередний дом не был зареєстрованный. Семья жила, они не встигли физически через певные бюрократичные моменты, которые, на жаль, были, то они не встигли внестись в реестер. И, соответственно, люди втратили это майно фактично, но не юридично. И они не мали возможности подаваться на отшкодирование. Поэтому мы их выбрали. И когда приблизно он будет готов? В жовтень месяц. То есть? Уже заселяемо. Дана технология в сукупности и в кінцевом результате, если мы говорим про заселенное, в каком состоянии мы передаем дом, она будет дешевше, чем классический газоблок. Ну, в первую очередь, это потому, что занимаются певные технологические процессы. Например, сейчас вы за собой видите уже вариант готового фасаду. Его лишь пофарбовать нужно. Он уже утеплений. Его не нужно утепливать. Поэтому Total будет дешевший, чем классический вариант. Вы можете хотя бы вот тут побачить принцип технологии, в чом он поляга. Стена, где, соответственно, у нас, вот видите, они идут как принцип подвольної стены. Одна из стенок, вона утеплюется всередині, будет задаваться пенополиуретан. Другая стена, соответственно, идет с мережами, с прокладанием мереж. Это интерьер нашего домика. А ось, это и экстерьер нашего домика. То есть, по факту, мы будем лише фарбовать. И все. Мы не будем ничего выравнивать. Мы за то, что в нашем жизни немае ничего досконалого. И экономия часу нужно жить уже и сейчас. А не надеяться, что я через півроку, через рік, сделаю ремонт, потом перееду, потом у меня будет цена максимально ревненькая. Навище? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова